Сегодня в программе. Ещё древние египтяне умели чистить зубы. У них были специальные зубные палочки и порошки. Нам же и вовсе подобает не только каждый день, но ещё и правильно чистить зубы. Этому нас научит врач-стоматолог Эдит Кузьмина. После 30 лет каждому советуют кровяное давление измерять регулярно. Какой тонометр для этого выбрать – наш сюжет. Рак – страшная болезнь, но онкологи уверяют, что его можно победить, если правильно и вовремя начать лечение. О том, как не упустить время в борьбе с раком – беседа доктора Виктора Борисова. И мы снова встретимся с его пациентами, которые на собственном опыте убедились в эффективности его методики реабилитации онкобольных, которые проводятся после основного лечения. Здравствуйте. Хотелось бы сказать несколько слов о профилактике стоматологических заболеваний. Это кария зуба и болезни парадонта, которые характеризуются, кария зубов характеризуется дефектом, то есть в простонародье говорят дырка или полость, и воспаление тканей парадонта – это генгивит, то есть это кровоточивость десен. И то, и другое заболевание неразрывно связано с причинами, и в основном это причина – зубной налет, который мы должны обязательно механическим путем, или электрическими щетками, или ультразвуковыми, но обязательно удалять. И помнить о том, что зубы имеют несколько поверхностей, жевательные зубы, например, имеют пять поверхностей, фронтальные зубы имеют четыре поверхности. Каждая поверхность должна быть очищена от того зубного налета, который скапливается в течение дня. Зубы нужно чистить сразу после еды, два раза в день как минимум, обязательно. Желательно, конечно, мягкой зубной щеткой, но о зубных щетках можно поговорить попозже, какие существуют они и какие показания к применению этих зубных щеток. Сейчас хотелось бы показать, как правильно чистить зубы. Нужно всегда это делать последовательно. Не бегать щеткой из одного угла рта и в другой, а помнить о том, что последовательность движений определяет методичность. И пациенту легче выработать у себя автоматизм, чтобы начинать, например, как ему это удобно, потому что правша может начинать с левой стороны, левша может начинать с правой стороны. Но так или иначе, помнить о том, что цель – это удалить зубной налет, который переполнен бактериями, микроорганизмами, которые составляют всю проблему в стоматологии. Так вот, начинать чистить можно с верхних зубов, очищать все поверхности, причем вот такими круговыми движениями. И те пациенты, которые чистят, начиная вот отсюда, это совершенно неправильно, потому что налет скапливается вот в этих участках. И мы учим наших пациентов помнить о том, что от красного к белому, то есть от десны, и захватывать вот поверхность зубов. Переходить от этих зубов жевательных, вот от маляров к премалярам. То же самое делать вот по несколько движений, можно по 10 движений каждой поверхности. Переходить на фронтальный участок. Затем переходить на другую сторону челюсти, завершать движение вот последним этим зубиком. И потом переходить на жевательную поверхность. Вот жевательную поверхность можно чистить горизонтальными движениями. Совершенно неправильно чистить вот эти поверхности такими горизонтальными движениями. Вот это не должно быть. Либо это вертикальные движения, либо это круговые движения с захватом десны. Переходя на жевательную поверхность, мы можем чистить горизонтальными движениями. Перешли горизонтальные движения. Нужно помнить о том, что еще этого недостаточно. Мы должны помнить о том, что зубы имеют еще и внутренние поверхности. Внутренние поверхности скребующими, подметающими движениями должны быть также вычищены. Как на верхней челюсти, так и на нижней. Фронтальные зубы, чтобы легче было пациенту, нужно проводить очищение внутренней стороны и такими движениями. Здесь опять переходим к движениями подметающими, скребущими. И мы можем сказать о том, что проводя последовательность вот этих движений, верхняя челюсть у нас вычищена. Все то же самое повторяется на нижней челюсти. Абсолютно все те же движения. Мы не должны забывать о том, что никаких горизонтальных движений здесь быть не может. Горизонтальные движения только очищаются. Жевательные и режущие края вот всех этих зубов. Чистка приблизительно около трех минут. Но хочу вам сказать, что очень многие пациенты не выдерживают трех минут, но хотя бы не менее двух минут. Казалось бы, зубной налет должен быть вычищен, но это далеко не так. То есть это основной метод чистки зубов. Зубная щетка, паста. Но кроме того, мы должны помнить о том, что ни одна зубная щетка не может войти в промежутки между зубами. А кариес у нас возникает и в тех вот аппроксимальных поверхностях между, на контакте с другими зубами. Поэтому нити обязательно, зубные нити должны быть использованы. Зубные нити предназначены для того, чтобы хорошо очистить контактные поверхности. Нить наматывается на один палец, на другой, и вот таким образом очищаются эти поверхности. Вводится нить, выводится, обходится десневой сосочек. Вот здесь с одной и с другой стороны нить выводится и переходит на другую контактную поверхность следующих зубов. Поэтому все абсолютно контактные поверхности, как на верхней челюсти, так и на нижней челюсти, должны быть очищены зубной нитью. Нить, конечно, может быть утром это очень сложно сделать пациентам, потому что некогда все бегут на работу. Но никогда нельзя забывать о том, что нить можно воспользоваться и почистить ее на ночь. Вот смотрите программу «Время», возьмите нить, сядьте в кресло и пройдитесь по всем своим промежуточкам между зубов. Тогда вы гарантированно будете о том, что до 30% снижения кариеса на контактных поверхностях, мы их называем аппроксимальные, у вас не будет. Поэтому еще раз помните о том, что чистку зубов нужно проводить последовательно, методично, в течение 2-3 минут, 2 раза в день, на ночь почистить хотя бы один раз зубной нитью. Все остальные вспомогательные средства мы оставим на следующую передачу. Здравствуйте! Сегодня мы хотим вам рассказать о приборах, которые относятся к домашней медицинской технике, которая нужна практически в каждом доме. Она служит для диагностики, для профилактики и для лечения различных заболеваний. Перед вами витрина, на которой представлены различные приборы для измерения артериального давления. По-другому они еще называются тонометры. Тонометры бывают нескольких типов. Они бывают механические, бывают полуавтоматические и автоматические приборы. Механические приборы для измерения давления известны уже много десятков лет. В них используется очень простой принцип. Одевается манжета на плечо пациента, накачивается давление грушей, и потом открывается клапан и сбрасывается давление. И на манометре видно верхнее и нижнее давление. Это наиболее точные приборы, но, с другой стороны, они требуют, как правило, сопровождающего лица, чтобы в измерении давления участвовало два человека. Особенно если человек пожилой, то ему приходится прикладывать усилия самому, чтобы накачивать грушу. От этого происходят скачки артериального давления. И, с другой стороны, измерение может быть недостаточно точным. Поэтому, используя механический тонометр, лучше пользоваться услугами медсестры или кого-то из домашних. Есть также более современные приборы полуавтоматические или полуавтоматы. Здесь использован тот же принцип, что в механике. Груша накачивается самостоятельно, но измерение происходит электронным способом. То есть, накачав грушу, раздается сигнал, и происходит измерение. И на экране показывается верхнее и нижнее давление и пульс пациента. То есть, в этом случае не нужно использовать фонендоскоп, который вставляется в уши. Опять же, пожилые люди могут не очень хорошо слышать тоны сердца. Измерение происходит здесь автоматически. Более современные приборы – это автоматические тонометры. Здесь все измерения производятся полностью автоматически. Пациент надевает манжету, нажимает кнопку, и прибор самостоятельно накачивает манжету, делает измерение верхнего и нижнего давления и самостоятельно спускает манжету. То есть, пациенту практически ничего не нужно делать. И на экране видно, опять же, верхнее и нижнее давление и пульс. Автоматические приборы обладают еще дополнительными различными функциями. Одна из них – это функция памяти. То есть, в память прибора закладывается, в зависимости от модели, разное количество измерений. От 1 до 60. Есть приборы, снабженные календарем и часами. То есть, пациент может самостоятельно мониторить собственное давление, что было у него месяц назад, два месяца назад и так далее. Также есть интересные приборы, которые называются семейными. Они снабжены двумя кнопками для измерения давления и обладают памятью для двух пациентов. Муж, когда измеряет давление, нажимает одну кнопочку, и в память на 30 измерений закладывается его давление. Жена нажимает кнопочку другого цвета, и в память для нее тоже закладывается 30 измерений. Если пришел гость, есть функция гость, нажимаются одновременно две кнопочки, и в память тогда не закладываются эти значения. Также есть приборы, снабженные функцией измерения, диагностики аритмии. То есть, если у человека аритмия, то прибор ему это покажет. Что, во-первых, нужно обратиться к врачу, и во-вторых, что измерение может быть неточным за счет того, что неровные тонны пульса, то есть аритмия. Также есть очень современные приборы. Это тонометр на запястье. Он очень компактный, легкий, работает от одной батареечки. Одевается на запястье, нажимается кнопочка, он сам накачивает манжету, делает измерения и ее сдувает. По ним есть некоторые ограничения. Они предназначены для людей не старше 40 лет. Если использовать для людей более старшего возраста, то измерения могут быть неточными. Потому что сосуды на запястье достаточно тоненькие, и с возрастом они зашлаковываются, и измерения могут быть неточными. Поэтому эти приборы хороши для спортсменов, людей, занимающихся фитнесом, людей, часто путешествующих. Сегодня мы снова встречаемся с доктором Виктором Александровичем Борисовым, врач-реабилитолог, чья методика восстановления онкологических больных стала сенсацией последних лет для всей мировой медицины. Это не замена официального лечения, это сопутствующая терапия. Методика реабилитации доктора Борисова помогает при многих тяжелых болезнях, но ее эффект особенно ощутим онкологическими больными. Поэтому таких пациентов у Виктора Александровича много. И его опыт, опыт врача, а не чудо-целителя, интересен всем, кому, к несчастью, довелось столкнуться с этой проблемой. Сегодня мы опять встречаемся с доктором Борисовым, знакомимся с его пациентами. Напоминаем, что школа здоровья на СГУ ТВ не рекламирует ни методов лечения, ни лекарств. Мы лишь информируем. А о методе доктора Борисова можем сказать, что это официально разрешенная и клинически опробированная лечебная практика. Смотрите, делайте выводы и расскажите об этом тому, кто в этом нуждается. Я хочу представить моих югославских друзей, моих пациентов. И каждый из этих пациентов может рассказать, ну, два слова о себе. Сретин, значит, страдает раком головного мозга. Сретин, наклони головку. И видно, что ему сделали две операции. После операции у него было тяжелое состояние. И у нас он находится не первый раз. Мальчик пришел в себя, опухоль практически рассосалась. Но я думаю, еще ему рано женится. И как ты себя чувствуешь с Рейтином? Хорошо. А чем хорошо? Я думаю, что если такая положительная динамика будет продолжаться, и опухоль практически у него рассосалась в головном мозгу, хотя, между прочим, размер опухоли был более 4,5 сантиметров по вертикали и по горизонтали около 5 сантиметров. А на последних компьютерных томограммах практически она достигает, ну, может быть, 1 сантиметра максимум. Остатки еще есть опухоли, но процесс гибели опухоли продолжается. Когда Сретин приехал на первый курс лечения, то кроме плохого физического состояния у него был сильный психический кризис. Мальчик был неадекватен, не ориентировался. А сейчас он восстановился и чувствует себя настолько хорошо, что задумывается о женитьбе. И возможность этого обсуждает с своим врачом. Поэтому-то доктор Борисов и заговорил о женитьбе. Я думаю, все будет хорошо. И когда у тебя опухоль уйдет, я думаю, ты женишься. И будут твои, свои дети. И у папы будет все спокойно на душе, будут внуки и так далее. Следующая пациентка – это Мира Гаич. У нее рак правой молочной железы с метастазами в печени и в позвоночник. Третье поступление. Каждое поступление 9 дней. Мира сама расскажет о своем самочувствии. Я начала лечение здесь, когда опухоль была 36 мм. И много маленьких метастазов. Уже после первого курса лечения результаты очень обрадовали моего лечащего врача-онколога. Он очень доволен. И я тоже. И самое главное не в этом. Не в том, что они уменьшились. А даже в том, что процесс остановился, распространение. И чувствует она себя значительно лучше и активнее. И ведет активный образ жизни. Вот что самое главное. Ведь мы фактически изменили ее иммунитет и качество жизни. И несмотря на то, что по всем параметрам эта больная должна была погибнуть, она выжила. И, кстати, у нее хорошая перспектива. Эта пациентка, верится, тоже из Сербии. Приехала на второй курс реабилитации. Она сама врач и понимает, каким безнадежным было ее состояние. Но обращаем внимание, было. У нее рак обеих молочных желез. И самое страшное были отдаленные метастазы в позвоночнике. Когда я ее первый раз увидел, я был в шоке. Меня просто попросили, чтобы как-то улучшить качество жизни. Она передвигалась с огромнейшим трудом. Из-за болей позвоночники, на костылях. И, честно говоря, я шансов не видел. Но она побывала первый раз у нас. А остальное она сама расскажет. Первый раз, 9 дней, да? Когда я впервые подошла. Первый раз, когда я приехала, доктор помнит, конечно, с каким трудом я добиралась. Не могла ни стоять, ни идти без постылей и без посторонней помощи. Ничего не могла делать сама. А после первого даже курса лечения, она двигается даже сама. Приехала одна? Со супругом. Со супругом. А в этой какой помощи? А в этой не помогает ничего. Она сама активная. Гуляет, бацила палку, ни с чем. Да, устанем, да, покажем, доктор. Можешь подняться и показать, как она уже лучше себе. А это только второй раз. Но я очень удивился, когда она появилась без костылей. Она носится по коридору с такой скоростью, что ее доктора не могут догнать. Я думаю, что это очень хорошо. Это удивительно. На самом деле я не перестаю удивляться то, что касается рака. Дело в том, что это реальная методика, она реально помогает. А каково теоретическое обоснование? Это, наверное, больше для медиков надо рассказывать, а не для больных. И здесь никакой психотерапии. Здесь как раз человек, почувствовав себя лучше, ему никакая психотерапия не нужна. Он оценивает свое личное состояние. Если, положу, верится, не могла ходить без опоры и без помощи посторонней, без костыля и так далее. И сейчас она бегает, как ветер по коридору. Ее убеждать уже не надо. Так же касается и других больных. Реальность всегда самый убедительный фактор. И при том это происходит очень быстро. Ведь они у меня месяц назад были где-то в среднем. Раз в месяц мы проводим терапию, она заключается в дветедневном цикле. Вот вопрос, тяжело лечиться или нет? Когда я проходила химиотерапию, меня после процедуры привозили домой, меня рвало ноль-стоп. Не могла ни есть, ни пить, ничего. И депрессия, ужасная депрессия. После химиотерапии я не могла двигаться вообще. А здесь сейчас мы ходим гулять на Красную площадь. Отлично. Вы тоже пойдете на Красную площадь? Каждый день ходим. Каждый день ходим. И без костылей, и без посторонней помощи, и на метро едем. Не чувствую себя в больнице, короче. Когда вы, где пошли, поехали в санаторий, так на рекреацию какую, так не чувствую себя в больнице. Наверное, это самое главное лечение. Да, 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 самое главное. Благоприятный психологический климат, нетяжелая методика, которая легко переносится. Самое страшное – преодолеть депрессию. Диагноз на самом деле огромной роли не играет. Почему? Потому что если есть шанс, надо им воспользоваться. Ашан сдаёт только правильное лечение, а не шараханье от бабок с нахарем. Рак – слишком опасная болезнь, которая развивается стремительно. И нельзя упустить ни одного дня в борьбе с ним. Онкологи считают, что рак излечим, если правильно и вовремя начать лечение. А как это правильно, расскажет нам Виктор Александрович Борисов. Существует огромная проблема для каждого пациента. И, наверное, у кого-то в семьях были пациенты онкологические. Это катастрофа, но с точки зрения нормальной логики. То есть человек не знает, куда обратиться, как обратиться, какой путь лечения выбрать. Предлагается масса путей. То есть масса совершенно иногда неправильных путей. Я видел запущенные формы рака именно потому, что человек сделал неправильный выбор. Первое, что мы должны запомнить, как себя вести онкологическому больному. Не дай бог, конечно, эта ситуация возникнет в вашей семье. Или с вашими близкими. Или даже со знакомыми. Первое – это стандартный путь обследования. И, соответственно, решение вопроса о первичной терапии. Практика показывает, что чудеса, о которых мы читаем сейчас в рекламных материалах, что там какими-то травами исцелили и так далее, к сожалению, не имеют доказательств и приводят больного совершенно в тупиковую ситуацию. Я постоянно работаю с больными четвертой стадии рака. У меня огромнейший опыт в этом направлении. И мне, конечно, очень жаль, что люди, ну, скажем так, психологически зомбируются на неправильные шаги. Поэтому я хотел бы просто рассказать о чем. Ну, давайте представим себе ситуацию, что первично выявлено какое-то образование. Пусть опухолевое, пусть доброкачественное. Значит, но если есть малейшее подозрение о злокачественной природе заболевания, немедленно надо проводить исследования. В первую очередь, рентгенологические, они наиболее достоверные. То есть, надо определить характер, объем распространения опухоли. При всем при том, лучше сделать это в квалифицированном лечебном учреждении. Первое. Провели рентгенологическое обследование. Определили объем, размеры, распространенность. Следующий шаг. Надо определить тип заболевания. Что такое тип заболевания? Возникает первый вопрос. Оно злокачественное или не злокачественное? Это объемное образование. Для этого существует единственный метод, практически со стопроцентной вероятностью. На самом деле, конечно, немножко ниже, потому что ошибки возможны. Значит, это биопсия. Но если мы берем кусочек ткани, мы всегда можем распознать злокачественный процесс. Это и есть биопсия. Какая она будет? Если, положим, у человека нашли опухоль в пищеводе, в кишечнике, в прямой кишке, в сигмовидной кишке, это обязательно эндоскопические методы обследования с биопсией. Бояться этого не надо. Потому что, как правило, мы думаем, ах, авось пройдет. И заканчивается, к сожалению, это весьма печально. Опухоль растет, к сожалению, чрезвычайно быстро. И иногда хватает месяца для того, чтобы получить четвертую стадию. Человек дотягивает возможность диагностики до той степени, когда ему просто-напросто не могут помочь. А это опасно для жизни в первую очередь. Я не говорю, не беру термин здоровья. И вот, положим, вы сделали эндоскопические методы, получили биопсию. Это можно сделать и бронхологически при раке легких. То есть, вводится специальный прибор. И берется кусочек материала на морфологическое исследование. Естественно, мы получаем точный тип опухоли. Мы получили самый главный ответ. Это злокачественная опухоль. И если следующий шаг. Вы обращаетесь в квалифицированное лечебное учреждение. Вы обратились, положим, в онкологический диспансер. Когда вам предлагается операция, то, как правило, существует возможность удалить эту опухоль. Если операция не предлагается, а предлагается только химиотерапия, значит, в настоящее время возможности проведения операции нет. Но на практике происходит все с точностью наоборот. Человеку предлагается операция, он говорит, а я лучше еще подожду. И ждут, как правило, до того периода, когда остается единственный путь лечения. Это химиотерапевтическое лечение. Человеку предлагается химиотерапевтическое лечение перед операцией. И сразу возникает вопрос, отказываться или нет. Потому что много слухов ходит по поводу химиотерапии. Но не надо забывать одно. Химиотерапия де-факто останавливает рост опухоли. Она теряет свою активность. И поэтому перед операцией, как правило, необходимо провести химиотерапию для того, чтобы остановить ее рост. Удалить основную массу. А дальше уже решается вопрос, химиотерапия, лучевая терапия или какой-то другой вид лечения. Возникает очень часто вопрос, а приводить ли вы лучевую терапию. Если у вас проведено предварительно морфологическое исследование, обращаясь к тем людям, которые сами пострадали от этого заболевания. И врач точно знает, какой тип опухоли. О чем я говорил? Я говорил о биопсии. И последующей тактикой ведения больного. И врач уверен в том, что он определил тип опухоли. В некоторых случаях лучевая терапия. Это терапия выбора. То есть та терапия, которая остановит рост опухоли. И возможно ее уничтожит. Безусловно, как говорится, стопроцентной вероятности не существует. Дело в том, что психологически мы всегда надеемся на авось. Вот я хотел опять коснуться вот этих психологических проблем. Очень часто родственники больного говорят, а, ну подождем, может быть, как-то остановится процесс и так далее. Но предлагаются различные доступные, скажем так, методики лечения. Я бы не называл это лечение, но традиционные методы. Ну, например, положим, при раке молочной железы, там любят прикладывать ржаные и горячие лепешки. К сожалению, это только усиливает рост опухоли. И способствует ее метастазированию. Если какие-то вопросы на эту тему будут, и я думаю, что они будут, я могу расшифровать любой метод лечения. Это просто оттяжка и развитие заболевания. И на самом деле это моя огромная боль. Почему? Потому что очень часто больные приходят в четвертой стадии. И я с трудом вспоминаю, что этот больной ко мне обратился месяцев шесть назад и ушел куда-то в неизвестность. А когда он приходит, он просто-напросто пытался альтернативными методиками, там, положим иглотерапию, помочь себе. Просто отвечаю сразу на вопрос. Иглотерапия усиливает и стимулирует рост опухоли. Прежде чем даже обращаться к какой-то, положим, народному целителю, первое, что надо сделать, это пройти стандартную школу обращения в квалифицированные лечебные учреждения. Для того, чтобы бороться с врагом, надо его знать. А получается так, что мы свернули с правильного пути, и мы просто-напросто не получили оттяжку во времени, во имя спасения, а наоборот мы приблизились к трагедии. И зачем это надо?